Лет 20 уже не утихают баталии насчет того, стоит ли висеть на турнике при остеохондрозе для лечения спины или не стоит. Давайте разбираться. Большинство людей, подразумевая висеть, имеет в виду висеть вот таким вот образом. То есть ноги свободно болтаются. В такой позиции я напрягаю почти все мышцы своего тела для того, чтобы мои ноги не оторвались, то есть не перерастянуть спину. Тело рефлекторно зажимается. В такой позиции висеть абсолютно бесполезно, более того, можно нанести себе травму. Когда я говорю висеть, я подразумеваю строго определенную позу. То есть мы встали под турник, подсогнули колени, спокойно подняли руки и расслабившись опустились. Дыхание носом, никаких задержек. Ноги на полу, пятки желательно или хотя бы только пальцы. Вдохнули, выдохнули, поднялись. Здесь 5-10 секунд это один раз. 5-10 раз в день это очень хороший уровень. Теперь будем разбираться в чем разница. Во-первых, вот с такой позиции я напрягаю только верхнюю половину корпуса. То есть конкретно полностью руки, широчайшая мышца, там зубчатая, частичные разгибатели позвоночника. Таз и ноги у меня полностью под своим весом, они должны быть расслаблены. Если вы напрягаете ноги, значит, скорее всего, боль в спине не дает вам полностью расслабиться. Но для того мы и делаем 5-10 раз, чтобы уговорить мышцы расслабиться. Ну то есть что значит уговорить? Мы регулярно даем растяжку, они понимают, что нет никакой угрозы, не нужно зажиматься. Все будет хорошо. Соответственно, расслабляются. Вот в такой позиции мышцы ног вынуждены удерживать свой собственный вес. То есть вес костей, связок и мускулатуры. Они не расслабятся никогда. В такой позиции спортсмены мне говорили, что ноги, значит, у них не достают пола. Они вешают какое-то отягощение и таким способом растягиваются. Но не имея контроля, вы не вылечите свое тело. Должен быть свой собственный контроль. Значит, свой собственный вес и определенная позиция. Вот я уведу ноги вперед, попытаюсь расслабиться. И поясница испытывает перерастяжение. Вот такая поза уже неправильна. Я не доведу ноги, прогнусь вот так. У меня пресс испытывает перерастяжение. А нам, чтобы уговорить спину расслабиться, чтобы она именно растянулась, нам нужно, чтобы натяг на пресс и на поясницу был одинаковый. Поэтому сбоку эта поза выглядит вот так. То есть та же самая стенка, исходная. Ну, сзади, соответственно, как я уже показывал. Вот так. Это нельзя назвать прям-таки висом. Но поэтому я и назвал это отвесом. То есть отвес – это принцип. Принцип, что у вас по вертикали, так же, как и при строительном отвесе, лакушка, середина между плечами, центр равновесия в тазу и проекция вашего веса между стопами. Все это прямая вертикальная линия. Вот только в таком случае тело ваше понимает, что да, вы действительно настроены, вы стоите прямо, и значит, можно расслабиться. Вы достигаете симметрии. Если, допустим, вы были кривые, то есть перекос по плечам, то перекладина вас, она принудительно заставит уравновесить левое и правое. То же самое, если у вас были какие-то искривления такого или такого плана, раз за разом она заставит вас все равно найти определенную оптимальную точку. Вот, собственно, суть упражнения.